О готовности учебных учреждений говорили сегодня и в администрации Ставрополя. О предварительных результатах рассказала руководитель профильного комитета. Кира Рогожина была на заседании и расскажет об этом поподробнее. Начать свой доклад руководитель комитета по образованию решила с вопросов кадрового обеспечения учебных учреждений. Как прозвучало, в новом году работать в городских школах будут более 7 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи – педагогический состав. На сегодняшний день вакантными остаются лишь 49 ставок. Рейтинг возглавляют учителя начальных классов. За ними вторую строчку рейтингов в минусе составляют педагоги русского языка и литературы. Их 11 человек. 5 человек – учителей математики. И все остальные – это преподаватели ОБЖ, музыки, физкультуры и так далее. Я хочу понять, это проблема для нас в мире. На фоне тысячи человек персонала, которые работают сегодня у нас в школах, 40 человек – это обычная статистическая текучка. В них даже меньше процента текучки. Почему вам так захотелось об этой теме поговорить? Я не знаю, между вам помощь какая-то нужна. На 1 сентября все эти вакансии будут закрыты. Они уже закрываются сегодня, Андрей Хасаныч. По предварительным данным, за парты в этом году сядут больше 41 тысячи детей. Это на тысячу больше, чем в 2015. При этом десятиклассников и первоклашек меньше. Правда, прием еще не закончен. Среди проблем учебников на всех может не хватить. Обеспеченность ими составляет 97%. Базовая литература вся в наличии. Между тем, проблемы возникли с заменой окон в учебных учреждениях. Из заявленных 12 миллионов рублей город получил без малого два. На школы денег хватило. Чего не скажешь о пяти детских садах. При формировании районной программы получилось так, как когда городу Старо выделили средств меньше, чем какой-либо другому, как в том числе и сельскому образованию. Вот это ваше достижение. Вы можете все это зачислить. Это ваша прямая бедная. Если такое повторится, то будет по-другому. Что касается капитального ремонта учреждений сферы образования, то здесь дела значительно лучше. В этом году из городского бюджета выделили 59 миллионов рублей. За эти деньги привели в порядок 17 объектов. Из них в шести появились новые кровли, в трех станузлы, в двух системы отопления. В целом резюмировали на совещании к учебному году Ставрополь готов. Но все же реальное положение дел покажет так называемая приемка учебных учреждений. Она пройдет с 22 по 25 августа. Впервые в этом году комиссии будут проверять не только внешнее состояние школ, но и их готовность к грядущему отопительному сезону. Что касается последнего, то по заверениям специалистов, здесь проблем возникнуть не должно. Кира Рогожина, Денис Фазылов, Ставропольское телевидение.